В нашем районе развивается легкая атлетика, которую по праву называют королевой спорта. И росту ее популярности очень способствует проведение престижных соревнований. В Кубке губернатора Краснодарского края по легкой атлетике приняли участие представители элиты отечественного спорта. Об этом наш следующий репортаж. Поклонники легкой атлетики не зря пришли в славянский спорткомплекс «Олимпийц», чтобы понаблюдать за состязаниями. Они смогли увидеть спортсменов высокого уровня, которые постарались выступить на все 100. Более 70 атлетов из 10 регионов страны боролись за право стать сильнейшим в каждом из 10 видов программ. И для этого здесь были созданы все условия. Сильнейшие спортсмены России – кандидаты в сборную команду Олимпийских игр 2020 года. Краснодарский край уже сейчас представлен 13 спортсменами, которые являются кандидатами в сборную Олимпийскую команду. Среди них ваши земляки – это Евгений Лукьяненко, Александр Грибич, заслуженные мастера спорта. Мы всегда с большим удовольствием едем в Славянск проводить эти соревнования. Всегда нас здесь прекрасно принимают. Первыми завершились соревнования по толканию ядра. В этом виде спорта не было равных Александру Лесному и Наталье Троневой, которые и были удостоены наград высшей пробы. Да, я довольна результатом, но главный старт – это чемпионат зимний в Москве, чемпионат России. Вот к нему готовимся, это промежуточный старт между ним. Соревнования прошли хорошо, я чувствую силы, да, я буду стараться на чемпионате улучшить результат. Здесь показала все, что могла. В секторе для прыжков в длину у женщин отлично выступила Екатерина Конева. С первой попытки она заявила о своих претензиях на лидерство. И в последнем прыжке она смогла улучшить результат, закрепив победу. Лидер соревнований уверена, что могла бы прыгнуть еще дальше. Здесь своя атмосфера, здесь очень много детей. Мне очень нравится, что люди интересуются легкой атлетикой. На самом деле, в данный момент, это редко, где встретишь фанатов легкой атлетики. Но здесь очень интересно тем, что здесь всегда масштабно проводят соревнования. Зрелищно, красиво. Хоть Славянск на Кубани маленький город, но тем не менее, люди приходят, смотрят и болеют за нас, за лучших атлетов страны. Маргарита Белевская смогла обновить свой личный рекорд и завоевала серебряную награду в прыжках в длину, выполнив норматив мастера спорта. Я очень рада. Я действительно была готова к этому нормативу уже много лет, но у меня были всякие жизненные, так скажем, препятствия, которые меня еще больше закалили. И вот сегодня, наконец-то, удалось все собрать вместе, и этот результат получился. Я планирую выступить на молодежном первенстве России, на чемпионате России непосредственно со всеми категориями. И, конечно же, прыгать еще дальше, потому что чувствую в себе силы и желание дальше прыгать. Очень интересным и напряженным был забег на 60 метров для мужчин, где победитель с прошлого года не изменился. Это Роман Перестюк. Славянские легкоатлеты заняли весь пьедестал почета в таком сложном виде спорта, как прыжки с шестом. Александр Грипич уверенно победил, покорив высоту 5 метров 45 сантиметров. Славянские прыгуны в высоту смогли вмешаться в борьбу за медали с опытными соперниками. Ярослав Кутковой с результатом 2 метра 10 сантиметров завоевал бронзовую награду. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов. Программа События.